Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим дебют, который очень любят применять начинающие шашисты. Ну, иногда он встречается и в партиях профессионалов. В конце 19 века известный московский шашист Романычев очень любил играть этот дебют, который впоследствии получил его имя, игра Романычева. Но в начале 20 века известный питерский шашист Александр Шошин исследовал многие варианты этого дебюта и пришел к выводу, что во многих из вариантах черные проигрывают. Поэтому этот дебют получил впоследствии название «Гибельное начало». После хода CD4 обычно начинающие шашисты размениваются в центр. Вроде бы кажется неплохой размен, но на самом деле у черных ослабляется их сильный левый фланг, а их центр рыхлый и подвержен окружению. Белые точно играют АБ4, и здесь выясняется, что постановка тычка за черных проигрывает. То есть после такого размена белые форсированно выигрывают шашку. Например, ФЕ3, АЖ7, побили, напали. Ну и здесь надо точно сыграть ДЦ3, и после хода ВЦ5 белые остаются с лишней шашкой и легко выигрывают. Иногда начинающие шашисты ошибаются, играют ЖФ2 и затем нападают на шашку черных Ф4. Здесь уже, наоборот, черные выигрывают. То есть отдаем одну, затем вторую и прорываемся на предамочное поле. А после жертвы шашки выясняется, что у черных лишняя шашка. Ну и здесь вы уже знаете, что лишняя шашка в позициях без явных слабостей, это, как правило, выигрыш. Иногда белые играют ЕФ2 и нападают на шашку Ф4 таким образом. Но черные здесь уже выигрывают с этой стороны. То есть, друзья, прежде чем нападать на шашку соперника, всегда убедитесь, не может соперник провести удар или комбинацию. Не забывайте это правило. Если черные в этой позиции пытаются воспрепятствовать охвату своей позиции, нападают, например, на шашку Б4 ходом Б5, то белые здесь форсировано выигрывают. То есть вот после таких разменов белые остаются с лишней шашкой, ну и черным надо отыгрывать ее. Ну, белые выигрывают здесь с помощью плана, найденного мастером Цициновецким. То есть играем таким образом, ну и допустим на ход ДЕСИМ, размениваемся. Ну и либо следующим ходом занимаем вот такое, очень неудачное для черных положение, либо после АЖСИМ нападаем. Ну и потом ведем шашку Ф2 на поле АЖ4 и в удобный момент отдаем шашку и проходим в дамки. То есть, ну здесь есть выигрыш, но он не форсированный и начинающие шашисты могут здесь выпустить своего соперника. Поэтому мастер Евгений Ивашко здесь нашел форсированный выигрыш. То есть после нападения играем ДЦ3 и затем нападаем на шашку от черных ходом ЕД4. Этой шашки нет, да. То есть впервые такой план нашел гроссмейстер Андрей Валюк, но он не показал здесь все возможные варианты. То есть черным надо отходить, белые нападают. Все форсировано. Черным надо размениваться, иначе теряется шашка. Белые играют ЕФ2. То есть грозят напасть, надо свою шашку защищать черным. И после хода СД2 белые поставили угрозу. То есть у них есть два нападения, а у черных только одна защита. Чтобы не лишиться своей шашки, им надо играть только HG5. Ну и после разменов и хода ЖФ2, черные все-таки успевают защитить свою шашку Ф4 ходом ЖФ4. Но здесь подкрадывается другая беда. Белые форсировано занимают центр, и видите, у черных идет разрыв по флангам, поэтому их позиция проигранная. Например, АЖ7, СД4, ЖФ6. Ну и в этой позиции ведет к победе ход ФЕ3. А вот ход АБ2 неожиданно все-таки здесь черные могут спастись. Например, СБ6. Ну надо играть СД6, иначе у белых не будет преимущества. Черные уходят на фланг. Снова надо играть ДЦ5, иначе у черных будет не хуже. Ну и здесь черные неожиданно нападают. Надо отходить, иначе белые лишаются шашки. Ну и после такого хитрого размена 2 на 2 выясняется, что позиция абсолютно равная. А к победе вел ход ФЕ3. Теперь черным надо закрываться, и только теперь белые играют АБ2. Если черные играют АЖ3, тогда мы проводим вот такую разменную комбинацию. То есть отдаем 2 и забираем 2. Но мы проходим в дамки, а черные остаются у разбитого корыта. Например, ДЦ5, Б3, АБ6. Просто идем в дамки. И на ход Б7 ставим дамку, и черные даже вот таким разменом не успевают спастись. Мы размениваемся и отрезаем шашки черных от похода в дамки по большой дороге. Если же черные играют СБ6, то тут еще все проще. СД6, и на ход Б5 играем ДЦ5. После АЖ3 играем БЦ3. После размена черные проигрывают шашку. Вроде бы отыгрывают ее, но белые снова свободно проходят дамки и легко выигрывают. Иногда черные в этой позиции также пытаются разменяться в центре. Но вы уже знаете, что занимать в начале партии и в середине ходом шашки на Д4 черными плохо. Белым, соответственно, плохо занимать поле Е5, так как эти шашки подвержены окружению. Например, ДЦ3, АЖ7. Разменялись. Ну и после хода Е6 черные действительно отыгрывают шашку. Но белые, видите, в клеще взяли шашку Д4. И здесь у черных есть три продолжения. После СД6 белые играют СД2. Ну и здесь есть единственная ничья за черных. При остальных продолжениях белые выигрывают шашку Д4. Черным надо проводить комбинацию. Так, прошу прощения. ДЕ3. Затем АЖ5. Затем ФЕ7. Побили. Ну и ДЦ5. В этой позиции белые бьют на поле Б6. Ну и после того, как черные снимают четыре шашки белых, белые выиграют шашку. Ну и в этом эндшпиле есть ничья. Но все-таки я бы не советовал так играть за черных. Так как в некоторых вариантах белые могут победить. Не так просто защитить этот эндшпиль. После ФЕ7 белые также атакуют. Например, СД2. ЕД6. Единственный ход. Если черные не хотят лишиться своей шашки Д4. Белые нападают. Ну и после такого размена. Ну в эту сторону бить бесполезно. Позиция абсолютно равная. Но если белые побьют на поле С5, то у них преимущество сохраняется. Например, СД6. Белые поставили сильный рожон. Чтобы не проиграть в этой позиции, черным надо играть именно ЖФ6. Все остальные ходы проигрывают практически. То есть следующим ходом уже черные грозят выиграть шашку Д6. Белым надо нападать. Ну и после хода БЦ7 белые играют БЦ3. Позиция кажется не сложной. Но на самом деле у черных здесь проблемы. То есть ничего сделать не так просто. После хода СД6 играем точно СБ4. И выясняется, что у черных есть несколько вариантов. ДЕ5 здесь проигрывает из-за БЦ5. И белые здесь легко выигрывают. Например, ДЕ7. ЕД2. ЕФ6. ФЖ3. Ну и после хода ФЖ5 просто нападаем. И черным некуда ходить. АБ6 в этой позиции нельзя ходить. Потому что белые проводят разменную комбинацию. Тройной одеколон. Ну и как бы черные здесь не побили. Белые отдают три шашки. Черные забирают. Ну и после хода АБ2 выясняется, что позиция в пользу белых. Они легко здесь выигрывают. После хода ДЕ7 также черным непросто достичь ничей. Белые играют АБ2. Теперь надо играть АБ6. Ну и после хода БА3 у черных здесь единственный ход. ДЕ5. Как видите, БЦ5 здесь также проигрывает. Белые нападают. И нельзя отходить из-за того, что белые проходят в дамки. То есть такого хода нет. Надо играть только ДЕ5. Теперь белые играют ЕД2. И на ход СД6 выжимают черных в центр. И играют ФЖ3. Но черные, видите, шашки их расположены неудачно. И белые здесь прорываются в дамки. Здесь есть ничья после ФЕ3. Но скорее всего в партии сыграют именно, прошу прощения, именно ДЦ5. Ну и после хода БЦ7 здесь все-таки у черных есть тяжелая ничья. То есть надо точно пойти ДЕ3. Ну и после того, как белые отходят, точно сыграть ЕД4. То есть СД4 нету. И просто белые идут в дамки. Надо играть ЕД4. Белые бьют в эту сторону. Но в эту сторону бить нельзя. Так как черные останутся с лишней шашкой. Бьем сюда. Но после разменов надо жертвовать черным. Ставить дамку. Белым надо отходить. Здесь единственная ничья. Черным надо пожертвовать шашку и напасть. Белые отдают шашку С7. И проводят шашку Ф6 в дамке в дальнейшем. И получают очень перспективное окончание. Эта позиция называется позиция Сокова. Как-нибудь запишу отдельное видео. Как здесь защищаться. Защититься здесь очень сложно. Поэтому вот такой вариант игры за черных я не рекомендую. Еще одна ничья. У черных была в этой позиции. Вместо ДЦ7 сыграть ДЕ7. Теперь белые играют АБ2. Снова видите нет хода АБ6. Из-за того, что белые проведут комбинацию разменную. И тут как ни странно к ничьей ведет ход ДЕ5. То есть белые играют БЦ5. Вроде бы кажется они выигрывают. Но после ЕФ6 видите они грозят выиграть шашку. Надо закрываться БЦ3. Черные играют ФЖ5. Ну и здесь выясняется, что у белых нет выигрыша. То есть после таких форсированных ходов. Черные жертвуют шашку. И нападают. Надо закрываться. Черные играют ЖЖ2. Ну и белые пытаются провести свою шашку в дамке. Черные играют АБ6. Белые АЖ7. Черные играют дамкой на поле Б8. То есть грозят отдать одну шашку и забрать две. Белым надо нападать. Ну и черные играют БЦ7. И все-таки достигают ничьей. То есть на постановку дамки просто размениваемся. И только здесь ничья. Поэтому в этой позиции чаще всего играют АЖ7. Но после того, как белые связывают все-таки центр черных, надо играть ЖФ6. Теперь белые играют БА5. Ну, ход ФЖ5 здесь за черных проигрывает. Проигрывает красиво. Давайте посмотрим его. Белые играют ЖЖ4. Ну и как бы черные не били, мы бьем именно на поле Ф6. После разменов черным надо отыгрывать шашку. Мы играем АЖ3. Нападаем. И форсировано получается вот такое положение. В этой позиции к победе ведет красивый ход БЦ3. То есть впервые эти варианты были проанализированы белорусским гроссмейстером Вениамином Городецким. Ну, естественно, БЦ5 в этой позиции плохо играть. Белые просто нападают. Надо отходить. Играют ЖФ6. Грозят выиграть шашку Ж3. Надо отходить. Ну и после размена, как бы черные тут не играли, допустим так. Жертвуем шашку. И форсировано проходим в дамки. Легкий выигрыш. Поэтому в этой позиции обычно черные играют либо ДЕ5, либо ДЕ7. Если черные играют ДЕ5, то мы точно отвечаем ЦБ4. То есть один из основных принципов игры это максимальное ограничение ходов соперника. И видите, друзья, у черных здесь осталось только два хода. Либо ДЕ7, либо ЦД6. Рассмотрим оба. Если черные размениваются вот таким образом, то белые нападают. Видите, отходить нельзя. Ну либо ФЖ3, либо ФЕ3. Тут без разницы. Так как белые форсировано попадают на преддамочное поле и выигрывают. Поэтому в этой позиции черным приходится играть БЦ5. Когда побили, побили. Ну и здесь белые легко побеждают. То есть играем ЖХ2. Грозим следующим ходом разменяться. Ну на Ж5 просто размениваемся. Все это ведет к тем же вариантам. Например, АБ6. Разменялись. Ну и как бы черные здесь не играли, все равно белые легко побеждают. Например, БЦ7, БЦ3. ЦБ6, ДЕ3. Б5, ЕД2. Ну и на ЦБ4 играем ЕД4. И зажимаем полностью черных. Им некуда ходить. Если черное вместо ЦД6 тут играет ДЕ7, то мы играем АЖ5. Видите, отходить нельзя. Так как белые играют ЖХ2. И проводят вот такую комбинацию. И легко выигрывают. Поэтому черным приходится здесь играть ЕД6. И затем отыгрывать шашку. Ну и в этой позиции очень красивый выигрыш нашел мой земляк Юрий Фоминых. То есть есть несколько в этой позиции выигрышей. Но я покажу наиболее красивый. То есть, ну, все равно черным надо меняться. Но здесь белые играют ЕФ2. Видите, ДЕ5 нельзя. Так как белые сыграют ЦБ2. И проходят в дамки. Так играть нельзя, естественно. Поэтому черным приходится играть АБ6. В этой позиции АБ6. И черные, белые здесь неожиданно жертвуют шашку. И играют ЖХ2. Очень красивый выигрыш. То есть, видите, ЦД4 нету из-за банального ДЕ3. А если черные играют ДЕ5, то белые проходят в дамки. Поэтому в этой позиции черные играют БА7. Белые нападают. И здесь черные ставят вот такую ловушку. ЦБ4 побили. Затем БЦ5 побили. И черные отыгрывают шашку. И здесь к победе ведет лишь следующий вариант. АЖ3 единственный ход на победу. Ну, если ЦД6, то просто ЖФ4, АБ6, ДЦ3, БЦ5, ЦД2. То есть, здесь легкий выигрыш. Если так, то так, так, так. Ну, и черным надо жертвовать две шашки. Да, они прорвутся в дамки. Но белые в итоге проводят все три шашки в дамки. И легко выигрывают. А после АЖ5 здесь есть интересная ловушка. Если белые играют ДЕ3, то здесь только ничья. Они не могут победить. А к победе ведет неожиданный ход ЖФ4. Черные отходят. И теперь мы размениваемся. Ну, и несмотря на то, что, кажется, черные успевают пройти в дамки, ничего подобного. То есть, допустим, ЦД6, АЖ5, ДЦ5, Ж6, ЦБ4, АЖ7. Ну, и на ДЦ3 просто ставим дамку, и черные не успевают никуда. Выигрыш белых. Мы разобрались, что в этой позиции проигрывают ход ФЖ5, а к ничьей ведет лишь БЦ5. Теперь белые играют ФЕ3. Ну, и у черных есть пять продолжений. ФЖ5, ФЖ7, ЕД4, АБ6 и ЦБ6. Все они проигрывают. Мы их рассмотрим в следующем видео. А сегодня мы рассмотрим лишь единственную ничью за черных. Она здесь только после вот такого размена ЦБ6. Ну, и здесь у белых есть два перспективных варианта. Можно разменяться и назад, и вперед с преимуществом у белых. То есть, такой вариант, я считаю, даже более интересным. А если в этой позиции белые играют БЦ3, то у черных единственная ничья только после размена. И здесь форсированно встает следующий вариант. АБ6, ДЕ3, БЦ5, ЕД2. То есть, видите, черные никогда не могут напасть ФЖ5, потому что белые форсированно проходят дамки. БЦ7, ЦБ2, ЦБ6, БА3, БА5. Белые размениваются вперед. Ну, и здесь надо нападать ходом ФЕ5, потому что ход ЦБ4, вот такой размен, приводит черных к поражению. Белые играют ЕД4, то есть ЕД6 нет из-за ДЦ5. А если черные играют БА3, то занимаем пункт Ц5. Ну, и вот такая жертва и прорыв. Здесь черных не спасают. Белые отжертвуют обратно лишнюю шашку. Ну, и черные все-таки пытаются прорваться. Белые играют на Б8. Надо играть на Д4. Ну, и после постановки дамки на Ф4. То есть, белые грозят обрезать черных от походов дамки. Надо играть ДЦ3. И белые играют ХЖ5. Ну, и легко выигрывают здесь. То есть, следующим ходом, допустим, на ЦБ2, мы отдаем одну шашку, забираем две и легко выигрываем. Поэтому черным надо нападать. Белые размениваются вперед. Здесь надо размениваться на Б4. Ну, и после хода ЕД4, здесь черным надо играть ЕФ6. Это единственный ход на ничью. То есть, Б5 здесь снова проигрывает. Прошу прощения. Играем ФЕ5. Ну, видите, хода ФЖ7 нет из-за ЕФ6. То есть, тут шашки черных надежно связаны. Черным приходится жертвовать шашку. И они снова пытаются прорваться в дамки. Но белые точно играют ДЦ3. То есть, сюда ставить дамку бесполезно. Белые сыграют АБ6. И дамка будет заперта. А после постановки дамки на поле Ц1, белые играют АБ6. И выясняется, что у черных всего два поля. Для того, чтобы дамка ходила. То есть, она очень ограничена. И здесь ценность дамки, опять же, немногим больше одной шашки. То есть, допустим, А3, Б7, Ц1. Поставили дамку. Снова А3. Видите, других ходов нет. Белые играют на А7. Затем на Б6. И выигрывают вторую шашку. Ну, и здесь, если черные играют АЖ5, после размена выясняется, что белые грозят поймать дамку черных. Надо играть на поле Ц1. Белые играют ЕД6. И свободно проводят все свои шашки в дамке. И легко выигрывают. Поэтому черным вместо БА3 надо играть ЕФ6. Ну, и после такого размена у черных есть очень тонкая ничья. Ну, видите, АБ4 здесь проигрывает из-за ФЕ5. А здесь черные могут пожертвовать шашку и сыграть АБ4. Белым надо сдвигать своего защитника с поля Ц1. Черные играют ФЕ7. Теперь белые играют ДЕ3. И черные пытаются прорваться в дамки. Здесь ничья за черных не так простая, как кажется на первый взгляд. То есть, мне удалось найти неожиданную ловушку за белых. То есть, ДЦ5, АБ2, ЦБ6. И в этой позиции ничьей ведет лишь ход ЕД6. А как ни странно, постановка дамки на А1... Ну, естественно, на Ц1 нельзя из-за такого. Постановка дамки на А1 здесь приводит к поражению черных. То есть, белые играют БА7. Если черные будут играть по большой дороге, то белые поставят дамку на Б8 и будут грозить поймать дамку черных. То есть, так играть бесполезно. Если черные играют ЕД6, то белые неожиданно жертвуют шашку и скромно ставят дамку. И можете убедиться сами, черным просто некуда ходить. Вот такая парадоксальная позиция. Если же черные здесь играют ФЕ5, то мы ставим дамку. Но надо закрываться. И белые играют АЖ5. Теперь черным надо жертвовать шашку. Ну и они пытаются как-то прорваться в дамки. Белые играют ЕФ4. То есть, построили угрозу для черных. Отдали одну, затем еще две и выиграли. Черным надо защищать свою дамку ходом БЦ3. Теперь мы играем АЖ7. Снова нет такого хода из-за вот такой простенькой комбинации. И белые побеждают. Поэтому черным приходится играть АБ2. Белые играют ЖА6. Ну и после хода дамки черными на А1 ставим дамку. Надо закрываться. Белые жертвуют дамку и шашку. И побеждают. Поэтому в этой позиции черным надо точно пойти ЕД6 вместо постановки дамки. И теперь, если белые играют БА7, черные неожиданно жертвуют шашку. Наиболее простой путь к ничьей. Ну и как бы белые не били, черные достигают ничьей. Если белые бьют вперед, мы ставим дамку. Ну и после того, как белые закрываются, жертвуем одну и забираем две, достигая ничьей. Если же белые бьют назад, тогда мы ставим дамку. То есть не даем поставить дамку белым ходом АБ8. Приходится играть ФЖ5. Ну и черные пытаются провести свою вторую шашку в дамке. Белые ставят дамку. СБ4. Переводим дамку на АЖ2. Б3. ЖА6. А на АЖ8. Ну и после ФЖ5, видите, черные все-таки успевают провести вторую шашку в дамке. И эта позиция ничейная. Друзья, вы убедились, что это начало, этот дебют действительно гибельное начало. Поэтому так начинающим лучше не играть. То есть после размена бейте все-таки не в центр, а на фланг. Там более свободная игра за черных. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Друзья, если лайков будет много, то я продолжу разбор данного дебюта. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания, увидимся на шашечных баталиях.